всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл самое время поговорить о galaxy s 9 плюс в данном случае когда уже galaxy s 10 уже появился но как мы все знаем спустя год то есть флагман прошлого поколения со временем дешевеет и дешевеет достаточно сильно и в этом выпуске я не буду делать второй обзор или третий или четвертый за все время на galaxy s 9 плюс просто поделюсь своими наблюдениями последние пару дней я взял этот телефон и походил с ним заново вспомнил так как у меня у самого был galaxy s 8 о самсунгах я знаю достаточно много и так приятного просмотра поехали и так нужно понимать что samsung galaxy продается в двух версиях одна версия на qualcomm snapdragon она для америки и для китая остальные на эксеносе на процессоре в данном случае эксеносе собственного производства для всех остальных стран включая россию конечно snapdragon будет лучше я думаю это понимает все потому что как бы не бережно вы пользовались телефоном могу сказать по своему опыту использования микролаги могут появляться но я блогер я излишне продираюсь я специально разговаривал даже с людьми кто пользовался долго самсунгом они это не отмечали но они есть в любом случае я забегая вперед надо скажу что сейчас этот телефон версия 64 можно купить тысяч за 37 за 38 по индекс маркету рублей разумеется с 9 плюс но ее большого смысла покупать нет конечно лучше купить версию уже за чуть дороже там на 3 тысячи грубо говоря 40 тысяч стоит версия 128 или доплатить 34 тысячи взять уже аж 256 при том еще с картой памяти тут слот совмещенный либо две сим-карты либо вместо второй карта памяти идет и конечно если вы располагаете такой суммы и вам это интересно то конечно имеет смысл купить потому что со временем они очень сильно дешевеет когда-то он стоил там 50 60 или даже больше сейчас такие деньги так вот нужно о нем знать что есть абсолютно все в данном случае все даже комплекте например идут наушники а кг при том неплохие есть водозащита пылезащита есть nfc есть конечно же беспроводная зарядка есть быстрая зарядка но мне особенно хочется всякие мелкие фишки рассказать которым я лично пользовался на самсунге и пользуюсь этим например мне очень удобно когда вот эта шторка справа изогнутый дисплей edge я программирую сам чтобы одним нажатием кнопки открыть сразу два приложения это например ватсап и видеоплеер ватсап например ну или вибер или чем пользуюсь telegram или например мы открываем видеоплеер иногда бывает я смотрю одновременно кино и мне нужно что-то в интернете посмотреть у samsung это реализовано удобно и просто одним нажатием я открываю это действительно удобно я могу это программировать вот эти боковые панельки я периодически использую но когда я пользовался сам samsung я к ним до конца так и не привык использую периодически не всегда всякие мелочи кастомизация у samsung одна из самых богатых даже такая мелочь вот например вот эта шторка уведомлений ее можно либо вверх либо вниз то есть когда вы открываете шторку например вы видите вы можете нажать сюда ползунок сверху раз и все и когда мы вот его здесь нет такая мелочь но кому-то она может быть удобной опять же samsung это один из лучших телефонов в плане вот режима ожидания пусть это немножечко подъедает батарейку но подъедает совсем немного always on display это реально классная штука я использую ее всегда но ночью автоматически конечно оставлю выключать конечно же есть настройки вы под себя можете настроить все это дело как вам будет удобно always on display это реально очень хорошая штука по умолчанию стоит режим оптимальный если касается производительности у меня на эксеносе аппарат но повторюсь если вы не спустя время не будете напрягаться каких-то микро лагов действительно микро то вас и эксенос не разочарует но если есть возможность то конечно лучше взять на снапдрэгоне в антуту набирает до сих пор 250 тысяч баллов пап мобайл идет без проблем world of tank идут без проблем я об этом уже говорил если для вас это важно если телефон для вас это игровая станция стереозвук есть и при том неплохой то есть galaxy s8 там например в папк было не очень комфортно играть иногда а здесь уже вполне себе хорошо хотя справедливости ради опять же микро лаги можно заметить но это все фигня кроме того у меня мысль бродит вот реально в голове может быть сравнить его с huawei p20 pro или с huawei made 20 не про а может быть и про пишите свое мнение с какими из этих аппаратов взять и сравнить этот galaxy s 9 плюс ну и galaxy s 10 я думаю тоже сравню напоследок скажу по батарейки и еще пару слов для тех кто думает что купить обычную девятку или 9 плюс но может быть даже восьмерку и 8 плюс батарейки одинаковые 3000 в обычной восьмерке девятки и 3500 в 9 плюс и 8 плюс конечно ребята берите с приставкой плюс они конечно побольше однозначно там 5 и 8 здесь 6 и 2 но батарейка на 20 процентов грубо говоря лучше почти это все-таки важно потому что одна из причин почему я продал galaxy s 8 свой которым не в принципе нравился да он скользкий и этот аппарат скользкий обязательно нужно покупать качественные чехлы из рук он выскакивает но батарейка 3500 это минимальная вот сейчас для больших экранов на мой взгляд то что нужно для последнего использования если по времени работы воспроизведение видео на максимальной яркости он не меньше 15 часов выжимает обратите внимание что это в режиме самолета на максимальной яркости за счет сын армалет дисплея что еще добавить аппаратик интересный аппарат хороший хорошо сбалансированный есть очень много настройки единственное обновление уже прилетело посмотрим какой тут android 9 понятно что давно уже цедя по сведения по до эксенос версия на 8 кстати странно я думал что 9 будет странно странно ну да ладно обновят до 9 я думаю до сих пор не нашел управление жестами при том на десятке я видел уже есть здесь пока я еще их не нашел но это мелочь но самсунга я видел они реализованы не очень красиво то есть здесь такие вот будут вместо кнопок просто линия подводим итоги я не собирался пересказывать все про этот samsung объяснять там рассказывать какой тут классный дисплей здесь действительно очень яркий сочный amoled дисплей с огромными опять же настройками кастомизации под себя под свои глаза опять же не собираюсь на производительность напирать единственное что еще отмечу это конечно звук наушников комплекте идут наушники а кг неплохие можно их использовать можно купить получше качество звука очень хорошая то есть приятно слушать это действительно здорово сейчас почти никто не использует уже разъем три с половиной миллиметра грани на всякий случай повторю то что я всегда повторял боковые грани у меня ложных нажатий не было когда сам пользовался и этим и своим когда пользовался поэтому не волнуйтесь то есть зубы то экран не мешает на этом наверное у меня все просто от души делюсь с вами если кто-то хочет купить то пожалуйста потому что ценник на него вполне адекватный за аппарат предоставлены для обзора я благодарю интернет-магазин видеошоппер ссылка на эту модель будет под видео ну и конечно по камере напоследок пару слов не секрет что samsung камера всегда была неплохо я сам пользовался еще galaxy s3 но начиная с четвертого камера стала по-настоящему неплохой такой реально и здесь есть расширяемая диафрагма но такое больше баловство чтобы когда вот фонари например вот как был такой эффект приятно но опять же я практически этим не пользуюсь хотя кому-то будет интересно особо отмечу не только хорошее качество фото ну и очень хорошее качество видео ребята видеоблогеры если кто-то там кому-то нужно снимать начинающий действующий кто меня смотрит samsung рассмотрите покупки потому что в 4k вообще картинка обалденная я даже снимал на еще galaxy s8 презентацию nokia ездил даже в полумраке там света мало получилось очень очень достойно поэтому еще лишний плюсик а минусы напоследок наверное все таки то что скользковатый да и большие минусов наверное нет микролаги про которые столько раз проговорил считайте это моей просто придиркой как техноблогера который видит огромное количество телефонов и пользуется ими всеми поэтому не прощаюсь а гру до свидания как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид счастливо а